Пьяный мужчина напал с ножом на двоих детей. Те не дали себя в обиду и сами вызвали полицию. Росгвардия приехала и скрутила обидчика. Эта новость переполошила полветлужанки. После происшествия люди беспокоятся, как теперь выпускать детей на улицу. Правда, сегодня в истории уже не все так однозначно. Было ли нападение, был ли нож? А Левтина Сасова разбиралась в этой запутанной истории. Витлужанка наша любимая, спокойная, где ребенок у меня гуляет обычно один. Накинулся с ножом на мальчика. Правда, нападавший еле волочит ноги. Стоять сам он не может. Помогают сотрудники Росгвардии. После он и вовсе лег на асфальт и, как рассказывают очевидцы, притворялся мертвым. Но скорую вызвать ему все же пришлось. Количество выпитого алкоголя дало о себе знать. Сейчас на Елены Стасовой тихо и спокойно. А потасовки между пьяным мужчиной и школьниками напоминают разве что разговоры соседей в общем чате. Мы обсуждали, что, видимо, какой-то мужчина, который здесь проживает, напал на ребенка с ножом. Ну, что были, какие дальше подробности. Я так понимаю, что родители никуда не обращались. Буйный сосед заехал сюда пару месяцев назад. Снял квартиру. Регулярно оставлял мусор около подъезда. Выпивал на лавочке. Да так, что не мог потом с нее подняться. В тот день к нему приехал друг-собутыльник. Только устроить застольги они решили не в самом подходящем для этого месте. Двое мужчин с горячительными напитками устроились прямо здесь, на брусчатке перед подъездом. Неподалеку, на этом самом месте, сидело двое мальчишек. Они периодически переговаривались о чем-то с мужчинами. Ребятам соседи сделали замечание. Сказали держаться подальше от пьяных людей. Но они не послушались и остались здесь. После первых угроз детское любопытство сменилось страхом. Ребята сами вызвали полицию. Дебоши раскрутили. На вопросы соседей дети отвечали. На нас напали. Мне кто-то из мальчиков сказал, что на нас нападали с ножом. Валерия была первая, кто слил видео в сеть. Женщина говорит, за мальчиков перепугалась не на шутку. Уже и сама начала подумывать о переезде. Правда, позже история с ножом, да и вообще его наличие, стало вызывать все больше вопросов. Как выяснилось позже, мальчики были эмоциональны. И что ножа они не видели в итоге. Это было просто сказано вот так вот. Остальные соседи тоже не уверены, что мужчина, еле стоящий на ногах, мог на кого-то броситься. Он сам не смог даже в подъезд зайти. Тем более, что и записи с камер видеонаблюдения это подтверждают. У нас в домофоне есть камеры, я в телефоне посмотрела. Они пацанов не трогали, мальчишек. Мальчишки просто здесь смотрели на них и все. Они просто пьяные здесь лежали. Ничего не было такого криминального. Некоторые соседи уверены, ребята сами провоцировали мужчин. Крутились рядом, делали замечания и разговаривали с ними. Мы связались с бабушкой одного из мальчиков. На вопрос, был ли нож, она ответить не может. Мол, пьяный мужчина брал в руки и палки, и перцовые баллончики, и, возможно, даже холодное оружие. Когда он валялся у подъезда, сначала даже мы пытались ему помочь подняться. Но его друг держал одной рукой пакет с бутылкой. Не мог его отпустить. Все, кто выходил из подъезда, жители, у них глаза вот такие были. Говорят, это кто? Я говорю, да у нас живет в подъезде. Следственный комитет уже начал проверку. Теперь правоохранители будут выяснять, что же произошло на самом деле. Пьяный мужчина чуть не покалечил мальчиков, или у ребят просто хорошая фантазия. А может, от страха они не смогли трезво оценить ситуацию. Пока, по информации ведомства, мужчина просто сидел на земле, держал в руках ножницы, но напасть на кого-либо не пытался.